Всем привет! Меня зовут Катя, очень рада видеть вас снова на моем канале. А также я очень рада вновь снимать видео в этой прекрасной рождественской елке. Но сегодня тема будет не совсем рождественская, хотя тоже очень интересная. Сегодня поговорим о том, как сделать вот такой замечательный чехол для карт. Вы меня просили примерно неделю назад, и в этом видео я вам с радостью расскажу. Я начну с того, что покажу вам, в чем я держу сейчас мои карты. Напоминаю, что у меня карты маленького размера, и я мечтаю иметь карты побольше. Но сейчас пока покупать не буду, потому что, как я вам говорила, я сейчас в процессе создания своих карт. Я сейчас активно рисую, и скоро уже буду, наверное, распечатывать. У меня осталась от предыдущего чехла вот такая зеленая нить. Это хлопок, очень приятный цвет, тоже классный такой. Потом мне понадобится также такая ниточка, которую я буду плести. Вот такую ниточку, чтобы стягивать. Мне понадобится какой-то аксессуар. Но можно использовать любой камешек, любое абсолютно украшение, которое вам нравится. Я буду использовать вот такое украшение. И также мне понадобятся вот такие штучки. У меня есть еще в этом мешочке несколько. Вот такие. Убираем крючок по размеру нити. У меня вот такой. Я вам уже говорила, но повторюсь, для плетения чехла лучше всего использовать натуральные нити. И также, если вы шьете из ткани чехол, то тоже лучше натуральную ткань использовать. Я нарисовала для вас схему, даже две, но к этой мы обратимся позже. А сейчас мы начнем изготавливать базу для чехла. И для этого нам нужен узор обычного прямоугольника. Советую всегда держать карты рядом, чтобы просто примерять и точно попасть в размер. Приступим мы с воздушных петелек. И вот эта вот полосочка у нас должна быть длиной немножко меньше, чем карты. Первую петельку я не считаю, потому что она затянута. Начинаю. Раз, два, три, восемь, девять, десять. Вот, если посмотреть, то она немножечко меньше, чем карта. Переходим ко второму ряду. И здесь у нас столбики с одним накидом. Значит, нам надо сделать три подъемных петельки, чтобы перейти на следующий ряд. Вот эту петельку, на которой мы закончили, мы зажимаем пальчиком, чтобы не забыть, где у нас конец первого ряда. И делаем три подъемные петельки. Раз, два, три. Теперь делаем один накид и сюда в зажатую петельку мы протягиваем, делаем первый столбик с накидом. И продолжаем делать по одному столбику с накидом в каждую петельку. Два. Десять. Мы сейчас делаем, дошли до десятой ячейки, делаем один столбик с накидом. И смотрим по схеме, что у нас в ней должно быть пять столбиков с накидом. Значит, мы добавляем в нее же еще четыре столбика с накидом. Раз. Два. Четыре. И теперь продолжаем делать с этой стороны в каждую петельку по столбику с накидом. Пока не дойдем до самого начала, до первой петельки. И теперь мы дошли до десятой петельки. Она у нас здесь. И в ней должно быть пять столбиков с накидом. Но один столбик у нас есть, это вот начало вот этих трех подъемных петелек воздушных. Получается, нам надо еще добавить четыре. Сюда, в десятую. Раз. Два. И соединяем с третьей подъемной петелькой. Здесь. Ну вот мы и сделали первый, скажем так, уровень. Видите, уже более-менее похоже на дно. Переходим к следующему ряду. Мне понадобится сделать всего лишь еще один ряд, потому что у меня мини-карты. Но вам, наверное, понадобится еще один, если у вас большие карты Таро. Переходим к следующему ряду. И делаем опять три подъемных петельки. Раз, два, три. И теперь в каждую петельку мы по одному столбику с накидом делаем. Пока мы не дойдем до второго столбика с накидом из комплекта из пяти. Три обычные столбики с накидом в каждую петельку. Так. Ну, в общем, я дошла. Видите, у меня уже дальше идет комплект из пяти. И получается, я должна приметить второй столбик. Там у меня будет прибавка. В первый у меня идет обычный столбик с накидом. А во второй у меня будет прибавка. И в него войдут три столбика с накидом. Мы сейчас сделали вот этот вот маленький кусочек. Потом у нас идет обычный столбик. А в следующий столбик опять прибавка. И у нас идет три в одном. Значит, обычный столбик. И в следующий прибавка. Значит, три столбика с накидом в один. Дальше мы продолжаем плести столбики с накидом, пока мы опять не доходим до места, где в одну петельку идут пять. Мы дошли до того самого места, до тех пяти петелек, пяти столбиков с накидом. И примечаем вторую. В первую делаем обычный столбик с накидом. А во вторую идет прибавка. И у нас в одну петельку идут три столбика. Потом идет один обычный столбик в следующую. А в следующую у нас идет опять прибавка. И в эту петельку у нас пойдут три столбика с накидом. Два, два, три. Теперь мы соединяем в третью воздушную петельку подъема. Дно для моего чехла готово. Можно посмотреть, что оно подходит. Но если у вас карты больше, вам понадобится как минимум еще один ряд. А может даже и два в зависимости. И ориентируйтесь по этой схеме. Теперь мы начинаем вязать стенки чехла. И в случае стенок я буду вязать их не с столбиками с накидом, а просто обычными столбиками без накида. Потому что мне кажется, так получается аккуратнее и красивее. Мне надо вначале сделать две петельки подъема. И потом все очень легко и просто. Мы провязываем в каждую петельку по столбику без накида. Сделаю для начала два ряда. В каждую петельку по столбику без накида. Классический столбик. Мы дошли до конца ряда. И теперь соединяем его с второй петелькой подъема. Вот она. Следующий ряд. Две петельки подъема. И в каждый ряд у нас идет столбик без накида. Таким же образом я сделаю еще два ряда. Я провязала еще два ряда. И у меня, в общем, получилось 4 ряда от базы, от дна. И сейчас я хочу начать рисуночек или узор. Я смотрю, что у меня вот здесь вот получается шов. Он некрасивый и он у меня будет сзади. Значит, мне надо начать еще один ряд. И где-то вот здесь в серединке выбрать две петельки, которые я пропущу. Делаем две петельки воздушные подъема. И в каждую петельку по столбику без накида я провязала до серединки переда. И сейчас смотрим на вот эту вторую схему. Получается мы вот здесь. И мне теперь надо пропустить две петельки. И потом дальше плести, как обычно. Для того, чтобы пропустить две петельки, я делаю две воздушные петли. Раз, два. И здесь внизу пропускаю две петли. И в третью делаю столбик без накида. И вот мы начали наш узор. Здесь такая дырочка образовалась. И заканчиваем ряд. Я закончила ряд. И теперь начинаем следующий ряд. Это получается вот этот. Мы должны остановиться за две петельки до вот этой дырочки. Я провязала ряд. И, как я говорила вам, вот пробел. И вот две петельки, которые мне сейчас надо пропустить. Я, получается, сейчас делаю две воздушные петельки. И в эту дырочку делаю еще два столбика без накида. А теперь следующие две петельки я опять должна пропустить, так как по рисунку. Получается, я опять делаю две воздушные петельки. Пропускаю две. И в третью делаю столбик без накида. Дальше заканчиваю ряд. Я закончила ряд. И теперь начинаю следующий ряд. И нам опять надо будет провязать все. И остановимся мы за две петельки до вот этой дырочки. Я провязала ряд и остановилась за две петельки до пробела. И теперь мне надо сделать две воздушные петельки. Это получается вот этот ряд. Две воздушные петельки. И в этот пробел мы делаем два столбика без накида. Потом у нас идут еще два столбика без накида. Потом у нас идет следующий пробел. Сюда опять два столбика без накида. Теперь мы должны сделать вот еще один пробел. Получается, делаем две воздушные петельки. Пропускаем две петли здесь. И в третью делаем столбик без накида. И заканчиваем ряд. Я провязала ряд. И вот остановилась за две петельки до пробела. Теперь делаю две воздушные петельки в пробел два столбика без накида. Потом провязываем столбики без накида до следующего пробела. Теперь у нас идет пробел сюда внутрь два столбика. И теперь мы должны сделать еще один пробел. Получается две воздушные петельки. Пропускаем две петли и в третью мы делаем столбик без накида. И заканчиваем ряд. Вот у нас уже здесь такой рисунок получается. И если сейчас мы прибавляли, получается, радиус вот этого пространства внутри, где у нас будет значок, то теперь мы будем убавлять. Ну и я думаю, сейчас надо просто обычных столбиков набрать ряда примерно четыре. Я вам сказала, что я сплету еще четыре ряда, но я на самом деле сплела еще восемь. И как раз дошла до самого края карт. И мой чехол почти готов. Сейчас я хочу сделать ряд с столбиками с одним накидом. И буду также оставлять петельки, чтобы у меня получались отверстия, чтобы потом протянуть шнурочек. Делаем три подъемные петельки, потому что у нас будут столбики с одним накидом. Раз, два, три. И это получается у нас один столбик. И сейчас я хочу пропустить одну петельку, поэтому я вместо нее делаю одну воздушную петельку. Делаю накид, пропускаю одну петельку. Вот мы должны были сюда идти, а мы пойдем сюда. Через одну петельку делаю столбик с накидом. Вот так. Теперь опять одну петельку воздушную. И через одну петельку здесь делаем столбик с накидом. Я закончила ряд. И сейчас хочу сделать примерно еще два или три обычных ряда с столбиками без накида. Я сделала еще три ряда, и мой чехол почти закончен. Самую тяжелую часть я закончила. Сейчас хочу обрезать нити. Я провожу оставшиеся нитки и обрезаю. Ну все, ниточки спрятаны. Сейчас, что касается чехольчика, надо поставить украшение. А сейчас хочу сделать веревочку, которая будет сжимать вот здесь. Крючок для этой нитки должен тоньше быть. Вот такой у меня. И мы просто делаем много-много воздушных петелек. Я сделала вот такую длинную веревочку. Возможно, она слишком длинная, но если что, без проблем можно подрезать. Лучше пусть будет слишком длинная, чем слишком короткая. Я закончила свой чехол. Вот здесь у меня уже колокольчики висят. Ну, типа колокольчики. Я очень довольна результатом. Карта уже внутри. Осталось просто затянуть. Я вам говорила, что я сейчас создаю свою колоду гадальных карт. Это будут не карты здорово. Я придумала свои значения. Каждой карте у меня будет примерно 60 карт. И я уже сделала почти все. У меня осталось всего лишь пару рисунков. Представляете, я закончила один такой целый блокнот. У меня много-много-много рисуночков. Много значений. Много моих мыслей я вложила в эти рисунки. И начала уже и вот это. Я очень рада. И я в предвкушении. Мне осталось дорисовать несколько рисунков. А потом еще обработать карты. Потом обработать фотошоп. Я очень надеюсь, что в скором времени я дойду до печати. И с радостью, с радостью буду снимать для вас и рассказывать, показывать каждую карту и значение. Одно из следующих видео я хочу сделать Q&A. Так что, если у вас есть какие-то интересные вопросы, пожалуйста, пишите мне под этим видео. А также в личку в Instagram или в ВКонтактах. Я их всех соберу и с радостью сниму видео «Вопрос-ответ». Спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.